привет привет мои хорошие рада вас приветствовать сейчас у нас приехали мы немного отдохнули и сейчас надо ехать надеюсь успею получить фаберлик там пришли школьные вещи которые помните вам показывала они пришли они лежат их надо будет забрать и покажу вам что их купили как раз первого сентября удачно еще надо поздравить тоню с днем рождения рома там держит подарок ну да покажи какой подарок у вот такой вот спа бокс подарим еще что заем цветы купим в общем планов целая куча сейчас мы это все максимально пришли что и в элберрис над заехать его зон надо заехать и покажу все и в элберрис надо и туда и сюда да и туда и сюда сейчас заедем сломаем смотрим целую кучу знаков она ставили ограничение 30 я думаю так уже 5 поставили чуть 35 поставили так едем только сейчас после большого города едешь по маленькому так все как-то уныло нет вот этой динамики нет вот этого как-то все так размеренном спокойно а потом привыкаешь да и не замечаешься этого этого час после большого года так как поэтому когда у нас приезжают студенты но кто-то приезжает а там ноябрьский так за голову хватается господи как здесь живете как вообще можно жить сейчас тоже смотрим там с поставили по дороге с которым поехали поставили что внимание аварийный участок я сколько здесь живу не помню ни одной аварии на этом участке ни одной не помню но зато возле администрации машины бьются и бьются ох как там такие серьезные аварии чушь вы там в администрации у себя не поставили аварийный участок нет как-то аварийный участок не там где надо сейчас едем не знаю анюта когда смотрела на хочу там мам в городе гриттам там ремонт дорог сейчас посмотрим как и чем где сейчас ездить можно где нельзя у нас тут там где ерица помните тогда когда хотела мне надо было там где маршруты подписать там все поснимали весь асфальт все сняли ничего не сделали я как поняла так стоит что объезда нет когда они это все будут сделать непонятно сейчас уже морозы бахнут ну это на следующий год все закрою так как по-другому дорога это вся ремонтируется так они тогда помнишь в том году тоже ремонта ремонта я такая смотрю потом морозы абы как все сделали ну и абы как короче тянули тянули а вот у нас не было месяц и за этот месяц ничего не вижу что что-то сделано чтоб как-то если в пути было видно что там люди действительно работают такой результат работал на лицо не торопясь никто никуда не торопится вообще как бабка после большого города тут ездить я не знаю можно блин захотелось левой пяткой после большого города ух не устаю повторяться но мне понравилось все равно очень понравилось съездили развеялись все равно от вот этого все устаешь однообразие хотя с ромой сегодня сидели вышли на качели сидим разговариваем слушаем очень тяжело с 6 7 детьми очень тяжело и где бы теперь еще отдохнуть от этого вот это обязательно надо обязательно это просто ну очень тяжело конечно там интересно хотел там дальше там где мечеть там тоже ничего не сделали еще я так я так как посмотрю у нас здесь всего что около города что в городе по-моему как знаешь как все было так все осталось единственный знаков понатыкали это совсем другая служба это туман такой в городе главное смотри все в тумане так а ехали сколько делами от же снимал это было еще заехать цветы для тони папа сказал хоризонтемы я папа какие хоризонтема пушистые я папа ты понимаю что ромашки это хоризонтемы шарики такие это хоризонтемы как амигольчатые такие то это хоризонтемы это все хоризонтемы. Оксана, ну хоризонтемы, что, ты не знаешь, что ли? Я говорю, пап, хоризонтемами называю там такой обширный ряд цветов. Ну, ты посмотри, говорит, папа мне, говорит, ты, говорит, посмотри, ну, чтоб там никакие листики нигде не висели. Ну, ты, наверное, разбираешься, сможешь понять. Я такая уж задумалась. Думаю, смогу ли я разобраться, где свежется это, где нет. Ой, ну, папа шутник. А ты планируешь деху покупать? Да, не знаю даже. Ничего не планирую пока. Еще вообще голову как в тумане. Ничего вообще не планирую. Есть такое дело, но сейчас на фабрике? Да, сейчас туда, потому что позвонила, сказали, что они задержатся, говорит, подъезжайте. Блин, вот здесь все можно спланировать, за 15 минут туда доехать за 15 минут туда. Да, кстати. А в Новосибирске мы были. То есть ты там минимум, например, я там записалась к Надюшке, на прием, да, и я знала, там за час надо выезжать. И то получается, знаешь, что мы туда ездили, да, в ту сторону мы знаем. А там же все от времени зависит, в какое-то время выезжаешь. Ну там они когда живут, я думаю, что они понимают потом, что вот в это время там мы даже уже у Сявны, я бы с кем и понимаем, когда активное движение, как грубо говоря, все из садиков едут, как в садик, из садиков. Допустим, даже в Сургуте, когда там мы с ними разглашали, ой, это дачники будут выезжать, выезжать, там будут пробки. Эти отсюда, с этих поселков будут ехать на работу или возвращаться домой, они знают, что вот эта часть дороги встанет. То есть там нам, например, надо выехать, успеть, например, до 4 часов, ну, к примеру. Так же, ну, все привыкает, все это такое делаем. Так, Рома получил фаберлик. Коробочку. Такую коробочку. Опа. Что-то я не стал смотреть, думаю, времени нет, да? Сейчас, что я туда-сюда, время-то уже заехать. Ну, поехали. Мы заехали в цветочный магазин и начали смотреть цветы. Смотрите, вот такие мы взяли, но они с них сняли сеточку, сняли сеточку, и потом они должны быть шарами. Но мы там, они нам показали, которые они 3 дня назад поставили, говорят, если чаще будете, ты можешь с вами что-то, я так камеру не могу. Да, я вот тоже смотрю, ничего не так. Понимать не могу. Чем не так. Такие цветы красивейшие. И она говорит, свечащие в воду меня, то тогда они будут дольше стоять. А мы еще купили, покажу, какие пачечки. Я не знаю, девчонки, подскажите, кто, все равно вы знаете. Вот такие вот всякие пачки, они какие-то две разные. Универсальная какая-то, мол, если на литр одна такая пачка, подскажите, дольше будут стоять, надо это добавлять или не надо это добавлять. Она вот очень сказала, что розы не розы, это ладно, говорит, а вот это обязательно не надо будет. Да, помнишь? Вот, по 100 рублей получились два у нас таких этих и вот букет. Ну, на 2-300 вышло на этот букетик. У нас цветы, конечно, дороже, чем вот я сейчас смотрела и в Новосибирске, и в Ишиме смотрела цветы. У нас дороже цветы. Но вот по продуктам, то, что я смотрела в Ишиме, я была в шоке. Цен, конечно, там с их зарплатами, да, такие цены очень-очень дорого. Как выживать, не знаю. Так, ладно, что мы берем? Сейчас поздравим Антонину с днем рождения. И поедем. Я говорю, у меня еще состояние, не знаю, как себя поведу, дома столько тел. Сейчас еще на работу эти сумки занесли. Я что-то начала уже перестировать, еще все пока перестираем, надо все поперебирать, потому что многие платья, которые, я уже так думаю, что пойдут на утилизацию, которые вообще уже сношены и на них печально смотреть. В общем, делов вообще просто ах. Зашли мы, поздравили Антонину. Значит, уже, смотри, потемнело как-то даже за это время. Ну, еще туман, туман еще такой жуткий. Да, небо совсем не видно. Приехали мы домой. Когда мы были в отпуске и говорили о том, что у нас Квина начала очень сильно линять, вы мне посоветовали в комментариях Оксана, купите фурмитатор. Я о такой вещи ни разу не слышала. Ни разу. Я первый раз, вот вы мне в комментариях написали, я вам очень благодарна за то, что вы порой даете отдельные очень советы, о которых вот я даже не слышала о таком. Очень вам благодарна. Я потом включила еще в Ютубе видео, посмотрела про них, как им пользоваться, вообще для чего они. И вещь, ну, какая-то мега крутая, очень интересная. Поэтому будем пробовать. Сейчас еще как раз и Квина линяет, и приехали. у меня там такое вообще все, надо будет сейчас разбираться. Смотрю, Квина тоже в таком состоянии. Ну, будем приводить ее в чувство. Сейчас хочу открыть, поглядеть ее. Так, а что, у меня дома где-то ножницы, да, я где-то ножницы. Посмотрите, у меня сейчас дома такой вообще кавардак вообще просто. Вот, у нас здесь жили люди, сейчас тоже надо будет все, пока уберемся, пока все как нам надо сделаем. Сейчас посмотрю его вместе с вами. Давай я смотрю, сама еще не видела. Так, ну, вот такой фурмитатор. Фурминатор. Господи. Так, такая массивная ручка, достаточно удобный хват. И как-то она на видео показывала, а, вот, вот так нажимаешь, а, вон, не знаю, вам видно, нет, нажимаешь и выезжает, это шерсть скидывает. Что-то она, хоп. и она объясняла, что вот здесь должны быть выступы. Вот здесь, вот, когда мы смотрели, что вот здесь вот этого настоящего, и, мол, называться фурминатор, может только вот фирменный, настоящий, кто производитель. вот здесь все на English инструмент для крупных собак с длинной шерстью, для вычесывания слабо прикрепленного подшерстного, а, это для подшерстка вычесывать, ничего себе, ну, он такой интересный, интересный прибор. Будем пробовать. Спасибо вам большое, что вы мне посоветовали такую вещь. Будем вычесывать, потому что вообще Квина и Ева сейчас в печальном виде. Надо всех вычесывать. в печальном в печальном виде. Продолжение следует... Продолжение следует...